Привет! Скажи, пожалуйста, как твое имя и из какого ты города? Меня зовут Олеся, я из города Сочи. Олеся, мы очень рады тебя видеть снова. Мы же встречались уже на Красной Поляне. Да, и ты приняла решение поехать на ретрит. Что способствовало тому, что ты решила продолжить взаимодействие с Светланой Лавровой в ее мероприятиях? На ретрит я приняла решение поехать уже очень давно, как только, наверное, он вообще задумался. Это потом уже в середине этого времени еще одно мероприятие Красная Поляна. И на Красную Поляну я поехала. Что бы способствовало? Если честно, я уже даже не помню. Столько всего приятного в голове, я уже не вспоминаю, что было, что будет. Я живу в моменте здесь сейчас. Хорошо, а если мы с тобой просто каким-то одним емким определением в словах выразим, чем тебя привлекла Светлана Лаврова? Как бы ты это могла сказать, написать? Она привлекла простотой, честностью, открытостью, легкостью, без всякой мишуры, без навешивания, без уси-пуси, без всего того, что окружает нас. Просто обычный человек. И я рядом с ней такой же становлюсь. Я разговариваю просто, легко, не задумываясь ни о чем. Точнее, может быть, задумываясь, я сейчас тоже уже начинаю голову подключать. Просто в легкости общаться начала. Я вспоминаю раньше, когда я находилась в какой-то компании, в большой, маленькой, неважно. Напряжение какое-то идет. У меня вот сейчас я записываю видео, хотя для меня это вообще не свойственно. У меня мурашки по телу, мне приятно. Просто слова льются, просто приятная энергия, нету никакого стеснения. И с ней так же. Просто разговариваешь, просто получаешь энергию и обмениваешься этой энергией. Она так закручивается, и потом выходишь, когда после общения с ней такая наполненная, летишь и в жизнь, и счастливо проводишь моменты. У тебя были какие-то ожидания, что будет с тобой на ретрите? Вообще ожиданий никаких не было, все убирала. Я уже специально к этому осознанно шла, потому что знаю, ожидания могут не оправдаться, и зачем это вообще строить, какие-то ожидания на будущее, если есть здесь, сейчас. Я приготовила небольшую игру. Давай. Там слева от тебя лежит альбом. Альбом, альбом. Возьми, пожалуйста, альбом и маркер. Если бы ты в одно слово могла уместить, хотя это, конечно, сложно, я понимаю, но маркер, вот черный, да. Если бы ты могла в одно слово уместить то, что с тобой здесь произошло на ретрите, про что этот ретрит для тебя? Вот какое бы это было слово? Ну, у меня приходит уже не одно, а три. Напиши, напиши, вот на листе достаточно крупно, чтобы мы могли прочесть одно, выбери одно само. Ну, ладно, тогда первое. Хорошо, да, да. Счастье. А еще два других напиши. Просто интересно, ты так же напряговала. Любовь и легкость. Замечательно, благодарю тебя. Счастье пришло сразу же, потом я понимала, а как же любовь, а как же легкость. И мне было невозможно было уместить в одно слово, но, наверное, в счастье есть и любовь, и легкость. Ну, не захотелось бы. Для тебя, да. Да. Как же тебя прошли практики с Бобном? У нас было две медитации, которые проводила Светлана. Что-то можешь рассказать про свои ощущения, впечатления? Они у каждого свои. Я свое расскажу. А что в этом? Я имею в виду не путешествие, но хотя бы вот удалось ли показать. Ощущения. Я могу рассказать ощущения в теле, какие я испытала. На первой практике это было больше такое осознанное, то есть я понимала, что вокруг меня происходит, но было погружение в пустоту, и я сама оказалась этой пустотой, и я поняла, что вот я, и вокруг это пустота, темнота, это бездна, и я, она и есть. И мне было там спокойно и комфортно. Это была первая практика. А во второй было уже более глубокое погружение, когда я настолько расслабилась, я отпустила тело, я была в легкости такой. И как меня начало внутрь продавливать в пол. Я просто растворялась в земле, ушла туда, в тело. И очень интересные вибрации шли по телу. Не могу это описать, передать. Тоже много разных там картинок приходило, процессов. Но это лично мое. Каждый раз практики разные, ощущения разные. Просто отключаю мысли, голову и погружаюсь в ощущения тело. Ты участвовала вчера в игре, которую проводила Ирина Дмитриева «Мой мир». Как для тебя прошел этот процесс? Да, я написала Ирине отзыв. Точно. Потому что я не могла держать эти слова в себе. Я и так это лично сказала. И хотела оставить память в написании отзывов. Ну и сейчас тоже могу сказать, что такая простая игра, казалось бы, но какая она трансформационная. И какие простые инструменты были даны для того, чтобы их просто применить в жизни. Все. То есть ты была удивлена, у тебя было другое представление о игре? Ну, у меня вообще представления не было. Ну, игра, игра. Да, я видела какие-то там цвета, картинки и вообще ничего не знала, что там, как делать. Но слышала, что вот эта такая-то игра, она вас приведет к самому себе. И так интересно, мы каждый кидали кубики, мы делали запрос, какой определенный, истинный запрос у тебя на эту игру. И что я там говорила, проговаривала, мне не выскакивало долго. Ну, что за... Вот же, я вот это вот хочу узнать, я вот это хочу проработать. У меня такое намерение? Нет. Я выкидывала кубики раз десять, пока не пришла к своему намерению, истинному. И по этому намерению я уже проходила этапы игры. И к этому намерению применяла те навыки, которые она предлагала. Все четко, пошагово. И слушая также рекомендации для других, я и для себя тоже на жизнь откладывала такие моменты, которые мне отвлекаются, да? И записывала их. для меня очень важно записывать, я выгружаюсь таким образом, потому что голова у меня, она никуда не делась, она так же работает, мысли, все это есть, но я понимаю, что после того, как я все выпишу, мне становится легче. Оно же уже все записано на бумаге, оно уже никуда не денется. А голова освободилась от тех мыслей, и я дальше полетела по своим прекрасным делам. Олеся, я приготовила еще небольшое одно такое классное приключение. Я приготовила карты Ирины, кстати, Ирина Дмитриевна, карты, опять же, ее процессы «Мой мир», это другая небольшая трансформационная игра. Возьми, пожалуйста, одну карту, и пусть она будет для тебя тем самым напутствием, которое поле ретрита оставляет для тебя. И просто интересно, что выпало, и насколько это коррелируется с тем, что ты бы сама себе пожелала. У меня выпало служение и солнце, сейчас я прочитаю. Давай. Служение. Мы поддерживаем других людей, приносим пользу, служим через любые свои действия и деятельность, но только из состояния целостности на полность мы можем приносить благо и служить. Служение важно не путать с жертвенностью, делать ущерб себе – это уже не служение. То есть нужно наполняться тебе, в первую очередь, самой, прежде чем раздавать руки. И вышло солнце. Солнечная энергия – это мужская сильная энергия активности, которая всегда является в развитии, проявляется в развитии. Это всегда энергия движения, действия, которая будет приводить к результату. Важно не прятать ее внутри, не сжигать себя, а приходить к активностям и действиям и проявляться из состояния на полности светить для других. Если мы не проявляем ее в себе, значит подавляем, бездействуем и не видим результата. То есть это про твою мужскую часть? Да. Про твою проявленность, про твои какие-то действия? Да, ее очень много было в моей жизни и есть. Женщинность, в принципе, я вообще убрала в долгий ящик. Не знаю почему, просто вот так было, такой был мой путь. Сейчас я проявляюсь как… хочу появиться, как женщина, как мама, как жена. Как жена я уже проявилась, я не знаю, что замуж. Но мы еще в интересных таких наработках с мужем. И солнце вышло, он у меня как солнышко, мой мужчина. Он молодец. Всю мою мужскую энергию, вот в нем больше женской энергии, а во мне мужской. И он молодец. Подавляет. Нет, не подавляет. Кармонизирует друг друга. Да, мы гармонизируем друг друга. И тут правильно сказано, что это мужская сильная энергия. И главное ее не подавлять. Иначе мы просто не будем нести с результата. Мы будем бездействовать. Вот. Интересно. А что бы ты сама себе напустила? Вот сейчас ты от выявлений с ретрита. Что бы ты сама себе пожелала? А пожелала куда? Себе. Вот я здесь что-то взяла, сапомулировала. И теперь я что вот с этим буду делать? Что я с этим буду делать? Ну, у меня уже, если честно, четкий план. Я уже все-таки в земном воплощении. Хоть я и не поменятенка. Я уже, конечно, все идеи выписывала, составила четкие планы, так далее. А какое напутствие? Идти в легкости. Если даже эти планы по каким-то причинам меняются. Или вообще уходят, да, полностью эти идеи. Не расстраиваться, не зацикливаться, не переживать, не включать голову. Так и надо. Все происходит так, как должно быть. И принимать любой опыт в легкости. Я вот сейчас говорю, и у меня мурашки по телу. Я никогда это слово не произносила с такими чувствами. Потому что для меня все было всегда через напряжение, как оказывается. Можно жить в легкости. В любви. В этом. Это вот и есть вот и счастье. Счастье в моменте. Поэтому вот такое, допустим, простое. Слушай, это прям вот очень, да, о том, о чем ты написала в самом начале. Да, вот эти три слова. Так здорово. Просто снова мы к ним вернулись. Какую самую большую ошибку может совершить человек, приехав к Светлане Лавровой? Мне кажется, он не может совершить никакую ошибку. Когда он к ней приедет. Что может максимально препятствовать тому, чтобы... Голова, скорее всего. Отрубить ее. А вот эта голова, которая начнет все анализировать, все записывать, все как-то понять через голову. Только, наверное, она может. Да, я тоже много записывала. И в телефон, и на этой игре. Ну, это были такие выжимки. В основном все пропускала через себя. И старалась слушать все не то, что ко мне лично принадлежит, а что говорят о другим. Потому что все, что слышится здесь, либо обсуждается, все каким-то образом относится к тебе. И не погружаться в эту мыслям-решалку. Потому что в любом случае, что ты услышал, оно уже записано. И если ты это не запомнил, оно все равно к тебе придет к осознанию сейчас, через час, через день, через два месяца, через год. Просто наслаждаться. Просто наслаждаться процессами. У меня, кстати, это получилось, мне кажется. Мне так кажется. Я видела, как происходило у моей соседки, у моей, например. Ее прям крыло, да, по-разному. Но и то, она какая молодец. Несмотря на то, что у нее очень много процессов в голове происходило с утра, она мне выдает такие вообще вещи. Да. И мы в таких приятных вибрациях общаемся. Все прекрасно. Я счастлива. Олесь, а расскажи еще отдельно про практику йоги, пожалуйста. Как для тебя это было? Ну, для меня это было открытие. Я уже, Галина, сказала тебе огромную благодарность за это. Потому что в своей жизни я очень много, очень-очень много разных практиковала йог. И вообще разные физические активности. Даже это к йоге может не относиться. Но то, что я для себя открыла, это было феевичным открытием тела, ощущения в теле. Первое занятие, оно было подготовительное. А второе занятие, оно было раскрывающее вот этой йоги, когда ты погружаешься в ощущения тела. И для меня был инсайт такой, что я вообще могу теперь с этим сделать. Я сразу же в этот день заказала себе коврик для улицы. И теперь я буду просто сама ходить на природу и заниматься интуитивной йогой. И даже это йогой можно не назвать. Растяжкой, упражнениями, физическими какими-то ногами. Ну, вообще, кто как для себя это может назвать? Главное, ты будешь соединяться с собой. Да, чувствовать, что сейчас я хочу, что хочет мое тело. И оказывается, когда вот ты за этими ощущениями идешь в расслабленности, такой отклик получается в теле, просто божественный. И это ни с чем не описать. Раскрываются какие-то энергетические потоки. Я прямо почувствовала. У меня лично у кого-то, может быть, разные, у кого что. У меня были вот нижние, да, чакры пошли, энергия там пошла. И это было такое приятное возбуждение даже. Слушай, здорово. Возбуждение именно не такое животное, да, физическое, а возбуждение такое. Его даже не передать. Оно воскающее мое тело, раскрывающее вообще от других каких-то приятных энергий. А это всего лишь, мы сделали упражнение, всего лишь какую-то растяжку какую-то, да? А она для меня оказалась божественно раскрывающей. Вот это волшебство произошло. И поэтому я сразу же дала кучу благодарности мне. Кучу благодарности, да, тебе за... Но это твое внимание, это ты. Просто все, что ты прочувствовала, по сути же, это да, это ты. Ты с собой соединилась. И решение, которое ты приняла, это самое идеальное решение, которое можно было принять. Пойти купить ковер для улицы, ходить на природу, сонастраиваться самой собой. Да, и я ищу его определенного цвета. Ну, конечно. Да, потому что я тоже у меня сегодня сон приснился, что у всех, у людей, у меня, у всех предметов, у природы, у каждого, как я чувствую, как я вижу, есть какой-то свой цвет. И через этот цвет можно что-то почувствовать, либо раскрыть. И я понимаю, что вот именно коврик, именно этого цвета тебе нужен. Я чувствую, да, будет мне раскрывать именно какие-то вот мои моменты. Алиса, я тебя очень благодарю за твой подробный, такой красивый, великолепный, наполненный эмоциями живой рассказ. Я надеюсь, ребята, вам тоже будет интересно смотреть, слушать. Приезжайте. Алисечка, я надеюсь, мы с тобой еще увидимся на других наших мероприятиях. Да, мы увидимся. И со многими ребятами мы увидимся, я увижусь. И со многими ребятами я уже здесь ухитилась, я им тоже так благодарна. Мы вчера были в маме, и я проплакалась, прослезилась, потому что я каждому испытала такую любовь. А почему? Не знаю. Просто вот испытала, и все. Каждый для меня раскрылся, или я для каждого раскрылась, я не знаю. Я просто всех люблю. И я счастлива. Вот опять любовь. Счастье. Спасибо тебе за эту любовь. Спасибо тебе. Спасибо вам. Я никогда не делала таких вещей, что я сделала сейчас. Я записала такое видео, я поделилась. Я не думала, что я буду говорить. Я не думала, что я скажу вообще. Я просто слова лились, и все. И я это пропускала через себя. И вот эти вот мурашки по телу — это же признак просто истинности, искренности. И я это сделала в такой легкости. Я сама себя в шоке, ребята. Я просто в шоке, что я так могу. Потому что раньше это были какие-то стеснения, какая-то сжатость, боль, страх. Сейчас вот я, я такая большая, а в то же время такая легкая. Я такая, вот я настоящая, искренняя, и я могу это говорить. Я счастлива, я благодарна. Я тоже счастлива. Для меня это тоже такая вот практика оказалась. Практика. Да, да, да. Сейчас. Очень часто вот это видео оказывается тоже дополнительной практикой. Спасибо.